Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет». Ответы на ваши вопросы. Потерявший память ответит за грехи? Если он совершал грехи не в беспамятстве, то это, как следствие его выбора, несомненно, имеет значение и для состояния его души. Если кто в младенчестве безрассудном или по причине какого-то постигшего его безумия совершает грехи вплоть до наложения рук на себя, то это не вменяется ему в тот тяжкий грех, потому что совершено в безрассудстве, не отдавая отчета в том, что он делает. Потому те грехи, которые нами забыты, а это бывает со всяким, имеют тоже потребность быть очищенными. Но церковь знает об этом и свое попечение прилагает о грехах забытых и незамеченных за собою теми, кто их совершал. Потому хотя бы однажды в год, как правило, большим постом или по крайней необходимости в случае тягостной и небезопасной для жизни болезни, человек принимает таинство или освящения, или соборования. И оно приемлется как раз в оставлении забытых и незамеченных согрешений для того, кто в тех грехах, которые помнит, кается, ведет христианскую жизнь. И таким образом, приобретая чистоту, которую мы имели в момент после святого крещения, мы надеемся и на исцеление душевных и телесных недугов, поскольку всякая болезнь является указанием на неизбежность предстоящей смерти для нас и возвращения в землю, из которой мы были взяты. А смерть вошла в мир тогда, когда вошел в мир грех. Потому когда грехи очищаются Господом, изгоняются с души, нашим покаянием и Господней благодатью, тогда и болезни перестают быть необходимыми. Мы не становимся бессмертными, но часто именно в связи с трудом над очищением своей души Господь идет навстречу телесными благами, посылаемыми нам, главное и величайшее из которых здоровье. Несомненно, оно нам нужно, и желаем мы друг друга здоровья вполне искренне, хотя и знаем, что главное благо для человека не беспопечительная жизнь на земле, но спасение в вечности. Тем не менее, именно здоровому удобно служить и Богу, и ближним, а не принимать только служение. Нам нужно время для покаяния, нам нужны деятельные усилия, которые невозможно прилагать тогда, когда ты сам еле ходишь, полудышишь и скорбишь и страдаешь. Тогда нет больших попечений, как о поддержании пошатнувшегося и уходящего здоровья. Видеть спину врага, уходящего от нас, поверженного и отринутого, радостно, видеть спину уходящего от себя здоровья, горько и тягостно из-за того, что остается человек в беспомощности. И только милости Божьей, только милости ближних, только забота врачей поддерживает его жизнь, но уже не до служения ему, а до выживания. Потому должен стремиться к исцелению, и существеннейшее дело, которое Господь установил для нас, это очищение души для того, чтобы и телу продлились дни земной жизни для вышеупомянутых целей. Служение, очищение души, укрепление в вере, и служение Богу и ближним, ради которого мы можем быть помилованы и самим Господом тогда, когда придет время ответа. Итак, память наша не всемогуща, свойственна и нам забывать грехи, но будем иметь попечение тех, которые помним, и просить Господней милости, и прощать нам забытые, незамеченные за собой грехи. А вот потери памяти бывают в конце жизни, а то и не в старости, как некоторое наказание за безрассудную, нераскаянную жизнь. «Не дай мне Бог сойти с ума», «Нет, лучше посох» и с ума восклицает наш великий поэт. Очевидно, что безрассудство, безумие, забвение самого себя и грехов своих — это страшнейшее попущение и страшнейшее от Господа наказание за жизнь чуждую здравомыслие, чуждую покаяние, чуждую благодати Божьей. Так что отвечаем мы за свое состояние, и запоздалое раскаяние бывает уже не приносит человеку никакой пользы. И если, имея ум и разум, имея светлую способность памятовать о грехах своих, человек не хотел каяться в них, то тогда, когда он обезумел, надеется на то, что какими-то высокими технологиями грехи, в которых он уже не может и не хочет покаяться, будут очищены с него как-то неблагонадежно. Потому будем молиться о том, чтобы потерявшим иногда рассудок нашим ближним вернулось здравомыслие, если прежде, находясь в здравом уме, они не каялись, не исповедовались пред Господом. И это просветление иногда бывает у людей почти накануне исхода. Обязательно надо использовать для того, чтобы, пригласив священника, помочь отходящему, страждущему сроднику вернуть мир с Богом, исповедавшись в грехах своих и причастившись к святых христовых тайн. Субтитры создавал DimaTorzok